Это стол. Здесь находится новорожденный ребенок на этом столе. Над ним находится нагревающая лампа. Также к нему подключен монитор, на котором видно показания сердечной деятельности, сатурация кислорода, по-моему, температура тела. С первого взгляда можно подумать, что перед нами обычный ребенок. Он дышит, издает звуки, двигается и даже моргает. Монитор на заднем фоне фиксирует состояние больного с одной оговоркой. Это не пациент и даже не человек. Это медицинский фантом или попросту кукла. Однако назвать ее простой довольно сложно. Здесь специальная маска для детей, которая охватывает нос и рот обязательно. А это его кибермама. Брюшная полость тренажера реалистично расслабляется и сжимается, что позволяет медработникам пальпировать схватки при обследовании и проводить другие необходимые манипуляции. Этот тренажер полностью симулирует процесс родовой деятельности. На нем можно посмотреть реакцию зрачков, измерить давление. Сердечно-легочная реанимация – один из основных практических навыков, которым должен обладать студент, специализирующийся на лечебном деле. Большинство будущих врачей осваивают сначала именно эту специальность, а уже потом получают профильное образование. Также проходим теоретические занятия, также при оказании первой медицинской помощи и неотложных состояниях. К сожалению или к счастью, данные навыки нам приходится применять не очень часто, поэтому чем больше мы тренируемся, тем лучше мы подготовлены к следующим каким-то таким ситуациям. Поэтому это очень важно. Чем чаще, тем лучше отрабатывать. А здесь учатся хирурги. Ребята выиграли региональный этап студенческой олимпиады по хирургии имени академика Михаила Перельмана и готовятся ко всероссийскому этапу. Медики подшивают селезенчатую артерию к почечной. Тренажер является очень качественным и хорошим подсобием для подготовки студентов и ординаторов. Помимо этого, естественно, к нему нужны симуляционные комплексы, которые предоставлены в университете, искусственный материал. Ну, в кишечник, допустим, можно еще отрабатывать, холецистоктомии операции можно будет отрабатывать. Заметим, что все оборудование в медицинском центре высокотехнологичное. Организм человека и любой его орган можно изучить даже в 3D-варианте с помощью сенсорного управления. Можно посмотреть, вот видно здесь кожный покров, убираем послойно. Остаются мышцы, появляются косточки, связки видно, внутренние органы, жировую клетчатку, нервную систему, лимфатическую, кровеносную. Вот здесь видно центральную нервную систему. В симуляционном центре есть возможности для проведения практически всех медицинских процедур. Есть отдел неотложной помощи, стоматологическое и медико-профилактическое отделение. Циклы обучения здесь краткосрочные и длятся от 3 до 6 дней. У нас здесь занимаются в данном центре, конечно, в первую очередь это наши студенты нашего вуза, но также из других вузов студенты сюда приходят. Здесь также занимаются врачи-ординаторы и уже практикующие врачи, как в последней группе вы видели. Помимо этого у нас здесь проходят занятия в рамках оказания первой помощи среди лиц, не имеющих медицинского образования. То есть в последнее время это стало очень востребованным, особенно в рамках техники безопасности у школьников. Применять полученные знания на практике студенты отправляются в муниципальные больницы. Свои лечебные учреждения главврачи презентуют на специальных собраниях. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.